Мы являемся подрядчиками данного объекта. Что входило в виды работ, которые вы здесь выполняли? Установка малых архитектурных форм и электроснабжение парка. Игровые комплексы, скамейки различного вариации типа и архитектурный биток. Выполненный объем работ практически закончен. У нас остался один нюанс, который по ни нашей вине, ни вине администрации, никак не русаловского вине, ни чьей. Это изготовление, которое заимнило очень много времени архитектурного бетона. По технологии оно выполнялось таким образом, что необходимо было в течение пяти месяцев изготовить это все. В связи с этим затянулись сроки. И мы сейчас технически принимаются решения для того, чтобы данные портреты героев нужно замонолитить. То есть получается сейчас вот эти все постаменты, они все расположены на тех штатных местах, которые были запланированы. Все верно. Вас само как подрядчика, просто как человека устраивает, что все не в створе, все непонятно как расставлено. Внешний вид вот этой аллеи, он просто вызывает, ну вот у меня ужас, честно. Ну это, понимаете, такое видение было у проектировщиков, у архитекторов. Мы выполняли работу с областной их расстановки. То есть постаменты все сейчас на этих местах и останутся, где они стоят. И лавочки тоже. Да, все верно. Какие-то за постаментами. Да, какие-то сбоку. Ну а сами вот вы как оцениваете вот такую расстановку? Ну мне тяжело говорить на этом, понимаете. Это парк победы, это место, которым должны гордиться. Вот у вас вызывает сейчас гордость те работы, которые выполнены? И как они вот, ну как итоговый результат выглядит? Утрудняется вам ответить. Ну давайте еще тогда маленько поговорим о технологии. Сегодня уже установлены в постаменты портреты героев. Все верно. Это были демонтированные предыдущим подрядчикам данные постаменты и по проекту. Данные же виды, ну портреты должны монтироваться только в архитектурный бетон. Сейчас мы видим, что они вставлены, но не закреплены. Сейчас совместно с Русалом, с администрацией, с нами разрабатывается система. Ну технически как их замонолитить, потому что зимний период времени ушли. Но тем не менее, помимо того, что их надо замонолитить, сегодня трубы, на которых они крепятся, они тоже все ржавые. А красятся трубы, когда будут. Почему их в тепле не покрасили, когда их везли сюда? Ну это опять-таки вопрос не ко мне, а к проектировщикам, что надо было их хотя бы каким-то образом поменять. То есть позиции, я говорю, они демонтировались и те же самые портреты вставляются в новую. А трубы, на которых портреты, мы с вами видим, они все ржавые, трубы металлические. Они красятся когда будут? Тоже сейчас в холод? Нет, это будет, скорее всего, приниматься отдельно дополнительно какое-то решение. И, скорее всего, я думаю, что будет принято решение о том, чтобы подновить данное изделие. Вот смотрите, относительно архитектурного бетона мы видим, дальше скамейки, которые расположены, они все в едином монолите. Вот у этих скамейок, у самих постаментов, низ шероховатый, неровный, вызывает какое-то ощущение, как будто либо недоделано, либо некачественно сделано. Почему так получилось? Скамейки, которые дальше, они все в едином монолите. А эти как такие двухслойные. Ну, это, видите, это также по памятникам сделано, видите, и здесь также. Это как бы задумка архитектора была такая. Завод-изготовитель поставлял мне сюда, я монтировал. Еще подскажите, помимо лавочек из архитектурного бетона, мы видим металлические лавочки. Вы имеете в виду какие лавочки? Которые фигурные, металлические. Архитектурные лавочки, они были заказаны руководителем службы, для того, чтобы они до того момента, пока не придет архитектурный бетон, в этих местах для жителей города, чтобы они стояли, чтобы было куда им присесть. То есть, это лавочки не ваши? Это лавочки, как были доп. работы, временно для того, чтобы их куда-то потом можно было перенести в городе. Ну, чтобы такая возможность появиться для переноса. Ну, это было в вашей смете, и вы эти работы уже сдали, да? Да. Просто мы сейчас видим, что эти лавочки не прикреплены, и мы понимаем, что на сегодняшний момент они могут исчезнуть в любой момент отсюда. Они были демонтированы для того, чтобы установить архитектурные лавочки из архитектурного бетона. Сейчас их необходимо будет куда-то просто перенести на другое место. Ну, это кто должен сделать? Заказчик или вы? Я думаю, что это должен принимать решение заказчик. Ну, уже совместно с вами? Да. Самостоятельное такое решение, куда их поставить, я не могу принять. Ну, и скажите уже, когда вы с полной уверенностью можете сказать, что все закончено на 100%? На сегодняшний день мне тяжело вам ответить на этот вопрос, пока не будет принято техническое решение по закреплению установки. Мы их поставили, видите, а залить не можем. Палочки торчат. Ну, что тут делать? Ну, день-два еще придется потерпеть. Ну, завтра с утра мы, конечно, снимем все вот это безобразие, уберем. Ну, чтобы они хотя бы в едином были, скажем так. Так, чтобы не висели вот эти весельки на них. Завтра с утра это будет устранено. Только связано с производителем то, что не удалось завершить работы? Только с этим. Вы знаете, на момент заключения контракта, я ездил, пока каждый завод разговаривал, что технологии изготовления, то есть, они говорили, три дня возможность. Но срывы, то коронавирус, то есть одна проблема, то нет воды. И вот это вот все, оно как бы повлияло очень сильно. То есть, они отписывались мне постоянно. То-то, то-сё, то-это. Еще подряды будете в Ачинске брать, если предложат? Конечно, будем. Смотрю, сейчас попытались присесть на лавочку, не получилось, да? Ну, так кто это будет? Сами не надо думать. Ну, так сейчас снег был, и все. А под снегом? Тут не то, чтобы снег. Ну, конечно, никто вытирать-то не будет. Все в порядке. Очень красиво, мне нравится. Такие вот эти, мебель какая-то хорошая. Ну, это будет летом, конечно, не сейчас. Очень неплохо даже. Спасибо.